Владимир Ружицкий провел очередную встречу с жителями. На этот раз она прошла в деревню Марусина. Вначале глава муниципалитета рассказал собравшимся об итогах работ по ремонту дорог, благоустройству дворовых территорий, а также оптимизации маршрутов общественного транспорта. После поговорили о проблемах ЖКХ, обсудили состояние дорог в округе. На этот раз жители особо волновало качество воды в Марусине, работа местных управляющих компаний, отсутствие в деревне освещения, а также вопросы безопасности. Натара, передайте, пожалуйста. Это наши фитры. Это об отвратительном качестве холодной воды, горячей воды, то, что у нас есть. Все наши письма о том, что вода ненадлежащего качества, она ужасная, совершенно игнорированы. Мероприятия на следующий год запланированы по замене трубопроводов, которые есть в старом состоянии. Мы проведем комиссионное обследование, чтобы Люберецкий водоканал взял пробы для того, чтобы конструктивно в следующий раз вам предоставить. Давайте так договоримся. Значит, надо понять, что делать. План мероприятий по этой теме. Значит, вы управляющая компания. А почему не занимаетесь? На этой встрече главы округа с жителями о качестве воды в деревне Марусина говорили очень много. Этому вопросу была посвящена львиная доля времени. Кроме того, жители жаловались и на температуру воды, и на отсутствие света, интернета, и на освещение во дворах, и на плохие тротуары. Они вообще были недовольны работой местных управляющих компаний. Владимир Ружицкий пообещал провести проверку деятельности организации и проконтролировать дальнейшее надлежащее выполнение ими своих обязанностей. Вы должны понимать, и мы ставим задачу, что всё, что происходит в доме, должна ситуацией владеть управляющей компанией. Раз. Ситуацией должен владеть участковой. Это два. Вопросы безопасности на территории Марусина тоже крайне волновали собравшихся. Люди жаловались на большое количество наркоманов и социальных элементов и выражали опасения за собственное здоровье и жизнь. На территории Люберецкого района дополнительно будут открыты ещё четыре участковых пункта полиции. В том числе ожидается в ближайшее время открытие участкового пункта в Марусино. В течение первого квартала 2018 года. Будет несколько участковых. Там, помимо всего прочего, то, что будут находиться участковые полномочия, будут находиться ещё сотрудники патрульно-постовой службы. Ещё один блок вопросов, который поднимали на встрече, был связан с состоянием экологии в Марусине. Многих собравшихся эта тема беспокоила больше всего. Я живу в Сент-Эн-Ла-Марусино. Это как раз в середине деревни Марусино. У нас невозможно открыть окна. Сейчас застраиваются дома. Вот есть многодетные мамы и так далее. Дети начинают болеть астмой постоянно. И когда включается эта труба, я вам серьёзно говорю, идёт белый дым, есть видео, оно отправлялось неоднократно. Открывает дома. Штраф. Повышенный штраф. И решение суда по остановке деятельности этих предприятий. Они все в списке в Росприроднадзоре. Также жители Марусино выражали недовольство транспортным сообщением деревни с другими населёнными пунктами. Обратили внимание на недостаток мест в детских садах. Жаловались на состояние детских и придомовых территорий. Все вопросы, по словам Владимира Ружицкого, включены в работу и взяты под личный контроль. Мария Лапчева, Сергей Гвоздев и Никита Скраган. Телеканал ЛРТ.